Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Ну, мы уже неоднократно, наверное, поднимают все время тему о том, что жить становится все страшнее, куда ни глянь, везде на всех продуктах длинные списки, разбавители, усилители вкуса, е-добавок, пестициды, ГМО, красители. То есть, когда люди в магазине разглядывают вот эти коробочки, баночки, то есть, они просто иногда бывают как в фильме ужасов. Смотришь, думаешь, что же туда положили. И вот сегодня мы поговорим как раз-таки о эко-продуктах. И в студии наша глава Латвийской ассоциации биологического сельского хозяйства Густав Норкарлис. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну, наверное, сам первый вопрос, чтобы уже как-то ввести в курс дела наших слушателей. Что такое биопродукты, органические продукты? Чем они отличаются от в целом пищевых продуктов, которые мы встречаем в магазинах? В основном не отличаются. В Евросоюзе есть единая система насчет питания на сельское хозяйство, которая обозначает эко-продукт, биопродукт, органическое сельское хозяйство. Это все одинаково. Это идет только на продукт питания и на сельское хозяйство. Единая система, единая документация, сельское хозяйство, сельское хозяйство, и как переработка идет продуктов в заводах, и как это все логистика на магазинах. Это все-все единая система. Все прозрачное, просмотраемое, все по одной системе. То есть получается, что, условно говоря, бабушка, которая на рынке, говорит, у меня биологически чистый продукт, вот, значит, сама вырастила, я не знаю, там, курочка, у меня там снесла яички. То есть это, в принципе, ничего не даёт? Ну да, вы правильно поняли, это ничего не даёт. Она может, конечно, так говорить, но если вы знаете эту бабушку, что она делает, тогда всё нормально. А если эта бабушка откуда-то купила и продаёт, и это говорит, что и нет сертификата, документа, тогда, ну, трудно будет поверить, что откуда этот продукт пришёл и что это такое. Но чем органические продукты отличаются от неорганических, получается? Это, конечно, очень-очень много нам можно говорить. Во-первых, это отличается система, по какой работает сельское хозяйство, хозяин. Это первое, какие удобрения используют. Нельзя использовать синтетические удобрения, нельзя использовать химию синтетическую. Насчёт скота, там есть очень высокое правило, как их держать. Например, коровы надо пустить, пастись, погулять, это обязательно. Теперь новая система, как простой сельское хозяйство, когда коровы целый год стоят в хлеву и корм подвозят. Биологическое сельское хозяйство это не разрешено. Она должна летом идти, паститься. Ужасно наивный вопрос. Почему всё-таки у нас не может быть везде просто, вот действительно, почему мы не можем просто производить везде биологически чистые продукты? Вот именно по всем этим сертификатам, стандартам. Все коровы пасутся на лугу, всё-всё-всё чисто, всё прекрасно. Можно, только надо хотеть. Это не так уж сложно, потому что в Латвии уже 4 тысячи хозяйств работают по этой системе. Мы, как говорим, это давно забытая наша прадедов система. Это один ответ – бизнес. Бизнес. Это в большом мире бизнес производить дешевле, такая система. Больше производить и бизнес, бизнес, бизнес. Другой ответ не может быть. Но органические продукты, в чём их выигрыш относительно неорганических продуктов? То есть, если я вот прихожу в магазин, я вижу органически выращенную, там, не знаю, морковь или молоко, и неорганически, почему я должен выбрать именно биопродукты? Во-первых, это ваше здоровье. Может быть, и биологические продукты, которые, как сметана, сахар, может и вредить вашему здоровью. Но, во-первых, это вы можете не вредить своему здоровью, если в продуктах нет остатков от химии. Синтетической химии, пестицидов остатки. Это первый, что вы, когда покупаете биологический продукт, вы знаете, что в этом продукте не будет остатков от пестицидов. Потому что индустриальное сельское хозяйство очень много использует пестициды, и остатки доверяются, проверяются. Нашим ПВД и Евросоюз проверяются, а остатков очень много, и в этом вы не вредите на своё здоровье. Это, если смотрим на 10 лет вперёд, 20 лет вы всё время кушаете хлеб или овощи с остатками пестицидов. Вы не знаете, что с вашей здоровьей происходит. Второе – это вы, когда покупаете, вы заботитесь непосредственно о среде. Если я как сельское хозяйство биологическое, я не употребляю синтетическое, я свою землю держу чистую, с хозяйством чистой землёй. И третье – вы заботитесь о моей здоровье, сельского хозяйства. Я не использую эту химию, я не наврежу своё здоровье. Конечно, природа – это один из самых важных. Вы говорите, что это бизнес, то есть получается, что, условно говоря, если помидор, который растёт в хозяйстве, которое поставлено всё на поток, необходимо его сорвать ещё зелёным, опрыскать чем-то, чтобы он не испортился во время долгого хранения, перевозок. То есть получается, что, с одной стороны, мы как будто бы заботимся о том, чтобы продуктов было больше, накормить как можно больше количества людей, но это всё обратная сторона медали. Да, если мы будем смотреть, если смотрим на один день, это всё хорошо. У нас хороший, дешёвый продукт, качественный продукт, красивый продукт, всем доступный продукт, мы можем покушать. А если думать, как теперь илспейга, долгосрочное сельское хозяйство или вообще долгосрочный бизнес, тогда, если мы смотрим так, тогда это не долгосрочный. Это будут какие эффекты потом придёт обратно нашей среде, нашему здоровью, нашу экономику. Это самое главное главное. Это очень популярно, тем более, если друзей, долгосрочное сельское хозяйство, говорить, и надо нам очень-очень меняться, чтобы так работать. Конечно, этот помидор, который очень дешёвый, это бизнес, это больше производить, больше, больше, дешёвле. И у нас, мы думаем, тоже так, 30-40% что производит в сельском хозяйстве питания, выбрасывается. То, что нам надо больше производить и дешёвле, это миф. Нам питания хватает, намного лет вперёд, и можем произвести даже в два раза больше и биологическими методами. Это просто бизнес, это глобальная система, которая тебе колесо такое пустило, и ты не можешь выйти из этого. То же самое считается GMO. Ну, про GMO мы ещё поговорим потом. А сейчас меня больше интересует такой вопрос. Ведь вся пестициды и так далее, прочая химия, она используется не просто так, а с какими-то определёнными целями. То есть, ну, например, как в органическом сельском хозяйстве вы справляетесь с насекомыми без пестицидов? Или можете ли вы свои продукты на большие расстояния перевозить? Или вы всё-таки ограничены территориально как-то? Если говорим о пестицидах и системе, как мы работаем, это давно забытая система. Это как севооборот мы делаем в хозяйстве. Нельзя картошку в одно в поле год за годом садить. Если ты будешь так делать, тебе насекомые колорадские жуки будут на следующий год ещё в два раза больше, и тебе в два раза больше химии надо. А в биологической я меняю поле в одном месте, на следующий год в другом месте, их там нету чисто. Севооборот, что после чего растёт, что в одном месте как концентрация. Например, в Латвии очень много выращивают пшеницу и рапс. Если очень много в одной концентрации, конечно, насекомых очень много будет. Там будет очень трудно биологическим системам работать. А если меняем поля, и если мы разнообразие, очень много делаем. Есть культуры, которые этих насекомых угоняют. Есть, ты можешь вокруг своего поля садиться, там специально есть цветы, такое одно полосу послужить, и насекомых нет. Очень много методов, как можно это сделать. Насчёт пестицидов синтетических, это самое простое, нельзя так говорить для лентяев, это самое очень просто, легко и дёшево. Ну, дёшево может и не совсем, но очень просто и легко это сделать. Тебе ничего не надо думать, это самая простая система. Опрыскал, и всё, нет проблем. А проблемы будут через 10-20 лет, а насекомых всё больше и больше. Я, например, у меня есть одно поле, где я посеял горох весной, там вокруг очень много полей, где с пестицидами работают, там я ничего не могу сделать, у меня всё сгрызли. А возле дома, где у меня все поля дальше, где все органические, биологические, там насекомых нету просто, их нету. А почему? То есть вам нравится эта хитрость? Пестициды не убивают, пестициды не убивают. Нет, они, насекомые всё больше и больше и больше, у них здесь всё. Они привыкают? Кормятся, привыкают, да, это уже давно, уже доказано, что они привыкают, они на следующие поколения уже выносливые, выносливые, и всё больше и больше химии надо. Ещё одна интересная вещь, химию, как вы говорили, как это надо. Не всегда и надо химию, там это, ну, чуть потираешь уже урожай на 10-20%, ну, это не твоя прибыль, это не, ну, накормить-то можно будет, и всё будет нормально. Например, есть, если очень много удобрений использовать на Сальпетру, там, например, очень быстро начинает расти пшеница, а потом сразу прискает химию, чтобы не росла так быстро. Ну, это, ну, чтобы не упала... Цена, да. Цена не упала на, чтобы не спросить потом, да. Это, ну, такое, это не самое крайнее, что тебе надо опрыскивать, что ты сам там неправильно что-то сделал, так. Ну, есть очень много, если посмотреть список химии, там волосы есть. А вот по поводу как раз-таки перевозки продуктов. Да, насчёт перевозки. Конечно, это... Теперь в Евросоюзе мы делаем новый документ по это сельское хозяйство, и очень много думаем, как уменьшить перевозки, упаковки уменьшить, чтобы было это sustainable развитие, долгосрочное развитие и перевозки. Конечно, очень плохо, если с Африки привозят сюда эко-бананы, это не совсем. И вообще надо людям думать, что мы кушаем, надо кушать, что употреблять сезонные продукты. Это как бананы, это какое-то как лакомство, может, раз в месяц, не основное наше питание. У нас надо картошка, морковка, свекла, капуста, хлеб. Есть, да, такое вот мнение, что, в принципе, человек, организм человека больше приспособлен для продуктов, которые выращиваются в его регионе, и экзотические какие-то продукты, они не совсем тоже хороши. Я говорю, у нас заходим, конечно, очень хорошо, разнообразие очень большое, но надо самыми критически думать, как мы развиваем свою планету, свое место, где живем, как мы будем долго, как наши дети будут, что мы употребляем в питании. Ну, если у нас бананы каждый день идут, лучше, может, все-таки морковку и яблоко кушать, и тогда перевозки уже не будет. Это, что потребитель хочет, то у нас и бывает, то и перевозят, конечно. Но в биологических хозяйствах мы тоже, есть такая система, теперь развиваются короткие цепи, и где купить, например, биологические продукты, очень мало можно будет купить в больших магазинах, в сетях. Они очень в Латвии развита прямая торговля, если знаете, такое, где семьи сразу прямо с христианами, они привезут и продаются. Это у них хорошая система, и это уже исключает эти долгие перевозки. Где, где вот можно, это какая-то, ну, вот эта система действует по всей Латвии, например, в Риге это специализированные магазины или что это? Или это рынки. Или это рынки. Где купить можно? Да, да, да. Рынок, наверное, мало будет, но есть еще маленькие рыночки, Агенс Калан, там Калан Сема, там можно очень много купить в биологическом, и тогда есть маленькие магазины, там тоже очень в большом выборе. Конечно, в маленьких магазинах все будет дороже, но самое популярное, есть общества такие, где прямая торговля происходит, можно на сайте найти. и там в Риге очень популярно, в очень многих местах, в многих районах такое работает, там семьи, там на свое свободное время там делают это все, заказывают, есть электронная система, где заказывают продукты, выбираешь, там очень большая конкуренция, и очень нормальные цены, даже говорить, и эта система очень хорошо работает. Есть в интернете, можно заказать это питание, и очень, как я сам в этом участвую, и сам произвожу, и вижу, очень-очень популярно, и очень большая конкуренция между христианами, и там цены уже каждую неделю падают, падают по сезону. Как я сам, например, промдоры, началась цена такая, а теперь уже сезон очень-очень такая самая, как в магазинах, и качественные биологические продукты могут быть. Я напоминаю, что в нашей студии глава Латвийской ассоциации биологического сельского хозяйства, Густав Норкарклис, вы можете звонить по телефону 67212-939-67213-939, задавать на вопросы. Вот вы сказали как раз про... Извините, писать в WhatsApp 2-300-6191, тоже можете задавать свои вопросы. Ну и вот мы затронули уже тему стоимости. Существует, конечно, такое устойчивое мнение, что биопродукты, они дороже в 3-4 раза, чем продукты, которые продаются в магазине. То есть их доступность, может быть, для людей обеспеченных, и это как бы еда уже для более высокого класса. Вот насколько это такой миф или... Частично может и так есть. Конечно, можно найти продукты в магазинах, которые 3-4 раза дороже. Но тоже надо что сравнить. Если мы сравняем молоко, там, жира, там, 0,5 и биологическое, там, где 3,5 процента, тогда это не сравнение места. Конечно, он будет в 2 раза дороже, там, там, 50-60 центов и, там, евро и 10. Но если смотрим, мы за этим следим каждый год и смотрим, как цены. Последние 5-6 лет цены уже на биологически основные продукты. Мы не будем говорить о, там, печенье, конфеты, там, очень такие продукты, которые не основная основа. Если говорим о молоке, овощи, тогда посмотрите, если в магазинах иногда даже и дешевле бывает молоко. Этот миф не опреждается. Если смотрим молоко, например, зайдите в магазин большой сети и увидите, иногда он намного дешевле, чем простой молоко. Так что это, говорю, основные продукты. Конечно, можно и найти дороже, и простой продукт можно и намного дороже, и за границей привезанной будет дороже. А если вообще участвовать в этих сетях, где прямая торговля, христиан покупать вообще можно купить за нормальный цен. Мы попросим вас надеть наушники, у нас есть звонок. Здравствуйте, доброе утро. Пожалуйста. Доброе утро. Спасибо за ваш вопрос. Насчёт молока, это производственная технология. Как производится молоко, это происходит пастеризация, происходит и уничтождаются все бактерии. Потом, когда вы открываете, уже другие бактерии съедают, и получается невкусное кислое молоко. Но это как разница между органической и неорганической. Может и нет, и органической это производство, и пастеризация одинаковая происходит. Но я говорю, это бизнес, индустрия, которая делает продукты и насчёт тоже морковки. Мы не знаем, какую химию она, морковка получила, как опрыскано было, что будет, что происходит. Это христианину должен бизнес, рынок потребляет дешёво, много вырастить. Он тогда всеми силами старается вырастить такую морковку, которая, а какая там будет на столе, она у них уже не интересует больше. Но ведь в Евросоюзе есть же какие-то регуляции, законы, которые не позволяют, уж совсем откровенно, вредный продукт выпускать. Нет, ну конечно, все продукты надёжные в Евросоюзе. Бизнес есть бизнес, как это я говорю в спорте, с допингом. Один шаг впереди, который употребляет допинга, который проверяет. То же самое и в этой системе. Очень много, конечно, всё не можно проверить, что и как, но, конечно, проверяется очень строгая система в Евросоюзе. Но эти, которые, что можно употреблять, сколько, сколько может быть остаток, эти приняты в Евросоюзе. Конечно, там очень сильные лобби. Организации, которые производят химии, эти Монсанто, Байер, они очень-очень сильные. И они получают эти нормы, можно и больше. Как бы это надёжная продукция, но всё равно надо самым критически относиться к этому, к этой системе, что не всегда всё в своих документах, что надёжно, своему надо думать, как и что употреблять. Ну и тогда, может, перейдем к теме, о которых Вы тоже уже упомянули, про ГМО. Потому что ГМО – это такое слово «страшилка», которым часто пугают и зачастую необоснованно. Какое Ваше отношение к ГМО-продуктам? Конечно, очень много я исследований читал, какие там кто за, кто против, 50 на 50, конечно. Но самое главное, они говорят, что у них не хватает питания в мире, глобально не хватает, потому и надо ГМО, меньше пестицидов надо будет там выносливые идти, выращивать можно. Но я там тоже читал исследования, это всё-таки бизнес. ГМО – это бизнес, который, если там почитать систему, если Вы покупаете семена ГМО, я как христиан купил, это не мои семена. Я попадаю опять в колесо, которое я не могу их в следующий год сам собрать и потом посеять ещё раз. Мне надо каждый год всё время новые, новые, новые покупать. Я в такое колесо попадаю. Потом пестициды, которые на ГМО тоже специальные должны быть. Я не могу у Вас купить, надо купить у кого-то другого там. И эта система годится, только этот пестицид, этот семена. Я как христиан попадаю в такое колесо, где я не могу выйти от этого. Это большой бизнес, которым будут править с питанием, семенами, пестицидами одна компания или две компании. Это глобальный бизнес, это может насчёт еда на здоровье или на здоровье, может меньше на природу, очень большое влияние может быть. Но самое главное – это большой бизнес, который будет управлять всеми христианами. И ты не можешь выйти из этого. Это самое страшное. Если он докажет, это семена будут частной собственностью. Это не будет общее, как у нас, ну, например, ты взял помидор, посеял, это твоё. А там это не будет твоё уже больше. Это большой-большой бизнес, который на мифах, что у нас не хватает питания на мире, в Африке не хватает. У нас, если подумать, у нас питание, если 20 лет посмотреть назад, сколько у нас магазинов питания, сколько выбрасываем питания, я говорю, 30-40% выбрасываем, то я могу сам, как я замок с христиан, я могу ещё раз, два раза больше произвести это питание, мне негде продавать, так много даже. Тогда это миф, что у нас не хватает питания. Можем намного больше и биологическим методам нарастить, и всё. Это большой бизнес, как править крестьянами. Не только, всем, потом будет всё, питание будет их в руках. Просто это мне самое страшное для меня. Это будет монополия, да, практически на питание? Да, всемирная монополия. Просто я про бизнес, да, мы так немножко поговорим, я хотел бы уточнить на этом моменте, заострить внимание, потому что я прочитал в рамках подготовки к интервью какое-то количество исследований и выводов по ним, и на самом деле, вот вы говорите 50 на 50, я, честно говоря, не нашёл ни одного доказанного исследования, где говорится о вреде ГМО на организм человека. То есть, да, много говорится там о, если мы говорим именно о химических воздействиях, о среде вокруг, о земле, но вот именно о том, что ГМО-продукты вредны, такого нет. Да, я говорю, 50 на 50, в многих аспектах мы можем смотреться на природу влияния, на здоровье человека, может, на здоровье детей, на здоровье животных, всё-таки влияние очень большое есть, если кормить соя и кукуруза, и ГМО, которые производят очень много хозяйств, не в Латвии, очень много хозяйств, которые в Дании очень управляют, очень много исследований было, что доказано, что очень большое влияние на свиноводство и так далее. Я говорю 50 на 50, но я больше боюсь не то, что влияние на здоровье, это мой выбор, купить ГМО или купить биологический продукт, это мой выбор. А если у меня нет выбора, тогда очень плохо, если когда будет монополия, тогда у нас нет выбора, тогда... Они потом будут правиться, они потом скажут, ГМО семена такие цены, такие цены, такое пистит тебя на употребляции, ну, они будут, они как хотят, так и будут делать, это самое страшное для меня. То есть, вы говорите, что сейчас в мире всего несколько компаний, которые выпускают ГМО семена и имеют отношение вообще к отрасли этой? Да. То есть, это практически получается, ну, потихонечку они захватывают рынок питания, и это, ну, опасно именно своей монополии. Конечно, это не видно, но потихоньку это происходит, и очень-очень много дискуссий в Европарламенте, в Евросоюзе у нас происходит, а ГМО, они потихоньку пропускают, лоббируют, что эти, такой сорт, такой сорт, там очень строго, конечно, это происходит, но всё равно потихоньку, потихоньку пропускается. Самое хорошее, что в Латвии запрещено выращивать ГМО, а в магазинах можно купить, в продуктах очень много. В Латвии запрещено выращивать ГМО продукты? Запрещено, у нас принят закон, что в областях местных, по самым районам, есть мониторинг на 5 лет, и каждый год поделяется, что запрещается выращивать. Там очень строгие законы, потому что очень-очень большие проблемы могут потом произойти. Пчеловодство вообще, можно потом уже забывать, что биологическое, если ГМО выращивается в этой зоне, очень-очень опасно. Это мало исследований ещё было на это ГМО. То есть можно говорить, что всё, что выращено в Латвии, оно биологическое, органическое? Не всё, не биологическое, но не ГМО, да. Если по биотботанике говорим, тогда да, есть. А просто тогда есть ещё что-то, кроме ГМО и органических продуктов, есть ещё какой-то? Конвенциальное, простое хорошее сельское хозяйство. А, ну да, это обработанное пестицидами и прочее. Да, это две системы, есть конвенциальное сельское хозяйство, биологическое сельское, интегрированная система, которая как бы употребляет пестициды, когда по потребности. А GMO в Латвии запрещено, а в магазинах купить, и коровы очень, основа питания у коров, соя, GMO, это основное питание, в Латвии заводят очень много сои. Кстати, вот говоря про молочные продукты, если мы говорим про эко-продукты молочного производства, чем нужно кормить корову? То есть здесь есть тоже какие-то свои стандарты? Как я вначале говорил, что если мы будем говорить о отличии конвенциональной биологической, око-экохозяйстве, там очень-очень 90 страниц разных правил. Если смотрим на молоко, молочные, как коровы, это первое, постичься, нам надо и свежую траву кушать, нельзя там… Сеном просто, да. Нет, сено можно добавить, это хорошо, если с цветами сено, хорошее, качественное, в своем хозяйстве, 90% надо выращивать корм в своем хозяйстве, не можешь, как у нас в Латвии, приходит соя из Бразилии, из Америки, из Китая, это не разрешается, это вот то, что вы говорили про привозки, у нас то, что вы должны свое хозяйство выращивать. Может соседа купить, там зерно добавить, а так сено, все, все, сою, это снова. И нельзя, второе, нельзя рога обрезать в наших хозяйствах, это тоже не очень важный элемент для коров, конечно, она живет и все нормально, дает, но это потом, да, поститься должна, и телята должны кормиться с коровой, корова, молоко. Теперь, если конвенциальное хозяйство берем, тогда телята убирают сразу или отдают, и молоко идет на сдачу. А в биологическом хозяйстве месяц ты должен теленок кормить с коровьим молоком, обязательно, это как, ну, с природы есть дано, ты должен это делать, не можешь там сухим порошком кормить этот теленок. Это тоже, он должен свободно, его нельзя изолировать, он должен свободно со всеми вместе ходить, нельзя привязать, нельзя, очень много-много правил, какие-то такие из природы, которые, это все надо использовать. Многие хозяйства в Латвии даже не могут это сделать. Многие, кстати, кто приезжают в Латвию, отмечают именно то, что у нас очень вкусные продукты, и все, кто приезжает из-за границы, они говорят о том, что нам повезло, что у нас такое прекрасное сельское хозяйство. Ваш прогноз, удастся ли сохранить и дальше развивать вот это движение за экопродукты? Конечно, да, я по-другому не могу думать, я думаю, что да, и у нас очень-очень популярно между христианским хозяйством получать, что хозяйничество по этим методам все выгоднее, все лучше для себя, для природы, и очень-очень много хозяйств переходит на эту систему. Теперь в Латвии 4 тысячи хозяйств уже работает по этой системе, и каждый год все больше и больше интереса, и гектары, если 4 года назад было 170 тысяч гектаров, тогда уже в этом момент 270 тысяч гектаров уже сельское хозяйство, которое обрабатывается биологическим сельским хозяйством. Так что развитие очень, смотря в мире, в Европе, как развивается, очень-очень большими шагами вперед идет, и думаю, что это будет только дальше. Спасибо большое, нам еще нужно обозреть утреннюю прессу. На такой положительной ноте. Да, напомню, что у нас в студии сегодня был глава Латвийской ассоциации биологического сельского хозяйства Густав Норк Арклес. Спасибо вам. Спасибо.